Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем не контекстуальный разбор первого послания Петра. Сегодня давайте мы поговорим о 10 стихе. К всему-то спасению относились изыскания исследования пророков, которые предсказывали о назначенной нам благодать. Итак, пророки, которые предсказывали. Сегодня большая часть церкви понимает пророческое служение исключительно вот в такого рода предсказаниях, то есть когда мы говорим о будущем или открываем тайны прошлого, то есть мы говорим о каких-то вещах, которые либо обличают, либо ободряют человека. И это видимая часть служения пророка, это то, что видит каждый человек и не составляет особого труда проверить, насколько же истинен тот или иной пророчествующий человек. Если он говорит вещи, которых никогда не было, или же он говорит о тех вещах, которые не случатся, тогда можно смело сказать, что это лже-пророк. Однако у любого пророчества, кроме видимой его части, есть что-то, что находится под спудом. То, что делает, наверное, пророчество живым само по себе. Вот это внутренняя составляющая пророка. Дело в том, что мне кажется, что пророк не только должен убедить тех, кто его слушает, но и быть, прежде всего, убежденным сам. Именно поэтому пророк обязательно должен быть исследователем. Он не просто говорит по наитию то, что дает ему провещевать Святой Дух, но он проверяет Писанием то, что говорит сам. И, на мой взгляд, это достаточно, ну, такая серьезная черта любого истинного пророка. Он всегда сам проверит то, что говорит ему Бог. Потому что любой из нас, какими бы мы ни были духовными, всегда будет подвержен действию обольщения, заблуждения и каким бы то ни было другим вещам. Тем более пророк, который говорит, как острее копья Бога, да. То есть он говорит вещи, которые будут влиять на судьбы. Как вы думаете, не будет ли он целью для дьявола? Одно дело, когда к вам подойдет какой-то простой брат или простая сестра из церкви и скажет какие-то вещи. А другое дело, когда это будет авторитетный служитель, авторитетный пророк, пастор, да неважно кто. Я часто сталкивался с тем, что именно авторитетные люди наносили самый сокрушительный урон в жизни верующих. Потому что им доверяют, уверены в том, что через них говорит Бог. И ответственность любого служителя, и прежде всего пророка, поступать так, как написал здесь апостол Петр. Перед тем, как говорить, проверить, говорю ли я то, что соответствует Писанию. Мы начинаем новый такой сериал «В капле». Я назвал его условно «Простые люди». И мне бы хотелось предложить каждому из наших зрителей, каждому, кто смотрит сейчас меня, принять в этом участие. Мы с вами, включая интернет, телевизор, мы смотрим больших, великих проповедников, людей, которые занимают определенную позицию. Они высказывают свое мнение по богословским вопросам, по вопросам жизни, веры, церкви, взаимоотношениям и так далее. Мне бы хотелось предложить вам, простым людям, простым христианам, высказаться. Возможно, у вас есть что-то наболевшее, какие-то откровения, какие-то вещи, которые вы хотели бы рассказать другим. Вы считаете, что это действительно важно и может принести пользу другим людям, как верующим, так и неверующим. Поэтому, если у вас есть желание, напишите мне, и мы обязательно снимем минимум одну-две программы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!